Первая книга царств Имя ему Елкана, сын Иерахама, сын Илья, сына Тоху, сына Цуфа, Ефрофянин. У него было две жены, имя одной Анна, а имя другой Финана. У Финана были дети, то есть, одним словом, она была плодная, да, а у Анны же не было детей. Другими словами, она была бесплодной. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в село. Там был Илья и два сына его, Офни и Финиес, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала, побуждая ее кропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Елкана муж ее, Анна, что ты плачешь и почему не ешь, и отчего скорбит сердце твое, не лучше ли я для тебя десяти сыновей? И встала Анна после того, как они ели и пили в селоме. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорбе души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря, «Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Друзья, мы видим, что Анна была женой Елканы, и она была не единственной женой у Елкана. У него еще была Финанна, которая рожала детей и была блодной. Но Анна так и не могла родить детей, и дело было не в условиях, в которых находилась Анна, не в муже Елкане, который мог бы не дать семя плодотворное. Мы видим, что если Финанна рожает, то у Елкана есть способность оплодотворять Финанну. Мы находим в Библии подобные ситуации, когда одна жена у одного мужа рожает, а другая нет. Например, Сара и Агарь, например, Лия и Рахиль. И мы понимаем, что дело не в мужьях. Мужья как раз и несут в себе плодоносное семя. Дело как раз не в обстоятельствах, в которых находятся эти женщины, а дело именно в самих женщинах, в них. Они не способны плодоносить, потому что Бог, сказано, заключил утробу у Анны. Бог сделал так, что Анна не могла рожать. И бывает так, что мы с вами оказываемся порой в ситуации или в условиях, где мы не можем плодоносить. Мы видим, другие люди плодоносят, а мы никак не можем разродиться, так сказать. Никак не можем принести плод. И мы понимаем, что мы в одинаковых условиях находимся. Но соприкосновения с этими условиями дают абсолютно разный результат. Кто-то плодоносит, а кто-то нет. Посмотришь на Финанну, она вроде бы на 10 минут заскочила к Елкане, а уже ходит с животом. А Анна, она больше любит Елкану. И Елкана больше любит его. Не сказано про Анну, но Елкана, сказано, больше любил Анну. И Анна желает, она желала, она хотела плодоносить, она хотела рожать детей, но ничего не происходило. И, конечно, в таких условиях можно огорчиться, друзья. Посмотрите, что говорит Слово Божье про Анну. Первый царств, шестой стих, который мы писали. Это соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее кропоту на то, чтобы Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела. Мы видим, что такое положение дел огорчало Анну, вызывало обиду в Анне. Она обижалась, она роптала, и не только роптала на Финану, она роптала еще и на Господа. И делала это каждый год. Мы не знаем, сколько это лет, но Библия как бы не описывает, я не исследовал, может быть, где-то и есть описание. Но она каждый год находится в ропоте. Я увидел, что когда мы находимся в атмосфере, где другие плодоносят, мы тоже с вами впадаем в ропот. Вот только вчера этот человек пришел в церковь, смотришь, он уже лидер домашней группы. А мне даже на дверях не предложили постоять здесь в церкви, быть хотя бы в служении порядка. Смотришь, человек только бы недавно начал бизнес такой, как у тебя, а у него уже прибыль. Он уже миллионер, а ты целыми днями пропадаешь в этом бизнесе, что-то делаешь, напрягаешься, а у тебя ничего не происходит. Такое ощущение, как будто бы у тебя утроба заключена, как будто Бог тебя отрезал от плодоношения. Друзья, но плодоношение, оно начинается с того, что ты пребываешь на лозе. Без лозы невозможно плодоносить. Ветви, которые пребывают на лозе, сами по себе плода не приносят. Но я хочу сказать секрет, что лоза тоже не плодоносят. Ветви, находящиеся на лозе, находятся в отношениях с лозой. И послушайте меня, находиться на лозе, это не местоположение, это отношение. Многие думают, достаточно прийти в церковь или в служение и быть уже плодоносным. Но прежде всего надо развить отношение с тем, кто тебя делает плодоносным. Если парень с девушкой встретятся однажды, и у них закрутится лямур, знаете, у парня такие сердечки в глазах появятся, сердце начнет учащенно вдруг биться. И женщина ему ответит взаимностью, скажет, да, приду. И она придет. И у них серьезные отношения возникнут. И они пойдут в ЗАГС, прежде чем займутся сексом. У нас в церкви так. Прежде чем займутся сексом, они пойдут в ЗАГС, они к пастору придут. Пастор их будет вести в добрачных отношениях. Они придут в ЗАГС. В ЗАГСе распишутся. Потом придут на венчание, заключат обед перед Богом. И даже будут жить в одной квартире, друзья, вести совместное хозяйство. Но дети у них не появятся до тех пор, пока они не вступят в интимные отношения. Если кто не знал, ну как бы возьмите на заметку. Вот так и с Иисусом, друзья. Можно годами ходить в церковь. Можно служить Ему годами. Но если ты не вступишь с Ним в интимные отношения и не позволишь Духу Святому сделать так, чтобы внутри тебя зачало, ты никогда не принесешь плод. Это будет пустоцвет. Это не будет плодом. Тебе нужны близкие или нам нужны близкие отношения. Не друг с другом. Близкие отношения с Богом. А когда у тебя нет плода, прежде всего, конечно, хочется обидеться. Как это делала Анна? Она обижалась на свою соперницу. Она обижалась на Елкану, потому что Елкан приходил, говорит, ну Анна, ну что тебе не хватает? Моя любовь не более ли десяти сыновей? Он ей объяснял, зачем ты огорчаешься? Я тебя люблю больше, чем Финану, больше, чем ее детей. Но знаете, Анну это как-то не устраивало. Она была женщина сообразительная. Она понимала, что от любви всегда рождается плод. Если ты сегодня в отношениях с Иисусом и нет плода, у меня вопрос, а есть ли у вас близкие отношения? А есть ли эта любовь? И Анна знала, она и была не согласна, потому что она понимала, если есть близкие отношения, то где плод? Бог, где плод? Я огорчаюсь. И я увидел, что в такой ситуации, если мы попадаем в ситуацию бесплодия, а периодически каждый из нас попадает в ситуацию бесплодия, люди либо обижаются, огорчаются на окружающих людей, огорчаются на Бога даже порой, и отделяют себя от единства веры, закрываясь в одиночестве. Не едят, не пьют, в огорчении находятся, как находилась Анна. Но знаете, друзья, что я увидел? Что если мы попадаем в такие условия, то это не повод огорчаться, не повод. Правильное действие в этих условиях будет побуждение к действию. Побуждая, потому что Бог специально помещает нас в такие условия, чтобы возбудить в нас ревность к плодоношению, чтобы спровоцировать нас на действие, и больше всего на близкое отношение с Ним самим. Скажи аминь, воздай Богу хвалу. Позволь тебя здесь спросить, как сильно ты ищешь лица Божьего, когда у тебя все в порядке и все хорошо. Как сильно ты молишься в своей комнате, когда у тебя и в кошельке все хорошо, и в отношении в семье все хорошо, и в церкви у тебя все хорошо, и вообще все у тебя хорошо, и даже я тебе завидую. Сейчас немного нарвусь на грубость, но ради вас иду на жертву. Знаете, я вижу, когда моя жена молится огненно, когда мы взлетаем на самолете и садимся. А если это еще какие-то экстремальные условия, я ни одного из вас не видел так молящимся. Я ей однажды сказал, если бы ты так молилась в церкви, у нас бы сейчас минимум пять тысяч человек было бы. Экстремальные условия, друзья. Однажды Блэк Паскаль сказал очень хорошие слова. Он говорит, если Бог однажды не уложит нас на лопатки, мы никогда не посмотрим на небо. Замечательно сказано. И знаете, Бог иногда заключает нашу утробу для того, чтобы мы перестали плодоносить, чтобы побудить нас на действие, чтобы мы пошли дальше, чем обычно, и сделали больше, чем всегда. Мы видим, что благодаря своему бесплодию Анна вошла в особые отношения с Богом. Она предстала перед Богом и дала Ему обет, сказав, то, что будет рождено, будет отдан на тебе, Господь. Финана так не делала. Это сделала Анна, и мы видим, родился Самуил. Человек, который стал последним судьей Израиля. Человек, который пришел при нравственном и духовном падении Израиля к власти. Когда Израиля, враги у Израиля отобрали его земли. И даже святыню, ковчег завета отобрали. В это время, нелегкое, трудное время, пришел Самуил, пророк Самуил, который возвратил быловую славу Израиля, который вернул ковчег, который вернул земли, и который помазал на царствование Давида, при правлении которого Израиль стал благоухать. Он расцвел. Он стал самой сильной державой. Послушай меня, дорогой друг, дорогой брат, дорогая сестра. Может быть, Финана и рожала детей, но ни об одном из них мы не знаем. Но то, что родила Анна, стало известно всем. Знаешь что, Бог сам лично поместил в тебя потенциал, и Он знает, какой потенциал есть в тебе. И если ты сегодня не плодоносишь, все, что хочет Бог, Он хочет, чтобы ты вошел в особенные условия, потому что твой плод будет рожден в особенных условиях, потому что он не простой плод, он не обыкновенный плод, он особенный плод, и этот плод рождается только в особенных условиях. Тебе надо пойти дальше, чем всегда, и сделать больше, чем обычно. Аллилуйя! И когда мы смотрим на жизнь героев Библии, мы видим в их жизни был однажды момент, когда они вышли за пределы привычного и пошли дальше, чем обычно. Друзья, посмотрите, Авраам вышел из Харана. Написано, Бытие 12, с 1 по 14 стих. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена». И пошел Авраам, как сказал ему Господь. Авраам, друзья, пошел дальше, чем его родственники, дальше, чем его отец, который вышел из Ура Халдейского и остановился в Харане как раз. Он пошел дальше, и пошел по слову Господа, и поэтому стал отцом многих народов. Однажды пастор Владимир Арутюнов приехал ко мне и как раз показал мне вот это слово. Он прочитал мне это слово, когда я жил и служил в Коломне, и сказал, тебе пора выходить. Ну, я так подумал, это твое слово, не мое. Ну, знаете, слово, когда посеяно, оно начинает расти. И я стал размышлять, а может быть, да, переехать в Сочи, а может быть, не переехать. Ну, чем я больше размышлял, тем я больше сомневался. Ну, делал какие-то шаги, потому что понимал, что это слово растет. Но плоть моя, она противилась, она не хотела переезжать ни в какой Сочи. Я уже не замечаю этого. Море, горы мне уже, ну, знаете, тоже не очень радуют, когда особенно едешь в репцентр. Когда за машиной, сам ведешь машину, еще ладно, а когда рядом, и еще с двинянином им едешь, это все, это можно, можно просто выпрыгнуть на ходу. И мне кажется, травмы, которые ты получишь, легче пережить, чем то вождение. Поэтому, друзья, меня вообще не привлекает город Сочи. Вот, ну, своя, да, здесь хорошо, здесь классно, но там, где я жил, тоже было классно и хорошо. Но слово было посеяно, и оно стало расти. И мне надо было выходить. Я уже сам себе придумывал, я понимал, что это Бог, но сам себе уже придумывал отговорки. Разные хитрости, шел на ухищрение. Я помню, когда Геннадий вез меня на моей машине, мы доехали до Ростова, это был Рубикон такой, я хотел выпрыгнуть на ходу или сказать, разворачивай. У меня все внутри просто вот, ну, просто кричало, криком, куда ты едешь? Ты ненормальный вообще. У тебя здесь все устроено. Это хорошо, жены на заднем сидении не было, она бы кричала больше, чем моя внутренность. Сто процентов. Это так и было. И я помню, как мы молились, у меня внутри все, перед этим отъездом, внутри все противилось уже, но я внутри где-то там, в сердце понимал, нужно. И мы молились, и я не мог себе найти объяснение, зачем мне надо ехать туда. И один пастор, у нас была пасторская молитва в Коломне, он возложил на меня руки, и стал молиться, и вдруг у него слова пророческие пошли, и он говорит мне такую фразу, он говорит, Господь хочет расширить твои пределы, Господь хочет усилить твое служение, Господь хочет тебя благословить, как это сказано было Аврааму. Он говорит, если ты пойдешь. Он не сказал, если ты останешься, я тебя благословлю. Он говорит, если ты выйдешь, тогда я тебя благословлю, тогда я тебя размножу. И он мне сказал такие слова, хотя он не знал вообще, о чем я думаю, и он не знал об этой поездке вообще. И я понял это Господь. И знаете, друзья, мне трудно даже представить, если бы я сюда не поехал. Сегодня, благодаря тому, что я пошел дальше, чем обычно, и не остался там, хотя там было устройство полное, я сегодня вижу растущую церковь в городе Сочи, имеющую два своих помещения. Я сегодня вижу церковь в Дагомысе, церковь в Хосте, а не в Кудепстве, церковь в Адлере, церковь в Краснодаре, это тоже наша церковь, и церковь в Москве. И все благодаря тому, что однажды я послушал Бога, и вышел, и пошел дальше, чем обычно, и сделал больше, чем мог. И мне не важно сегодня, кто обо мне что думает, я сегодня вижу плод. Вот он плод. И вы можете говорить, что пастор Олег такой, или он не такой. Я не призван вам угождать. Меня Бог не приводил в Сочи угождать каждому здесь. Я не призван. Я призван служить моему Господу. И я служу, и вижу плод. И это результат моего служения. Нравится вам, не нравится. Павел тоже хвалился. Павел тоже находился в такой ситуации, когда его унижали. Это мы сейчас говорим, о, Павел, это же апостол, это же титан. Ну, Павел, он видел ругателей, когда его унижали. И говорят, кто этот апостол? Он выглядел, вот сегодня историки говорят, он выглядел невнушительно. Представляете, его всегда били, он, может быть, хромал, он был небольшого роста, у него есть маленький, да, савл, маленький даже имя. И люди некоторые говорили, кто это? Вот этот апостол, он даже со Христом не ходил. Ну, ладно, там Петр. А этот со Христом не ходил. Кто, о ком вы сейчас говорите? И Павел вставал и говорит, я буду хвалиться сейчас. Я вот это сделал, я вот это сделал, и я вот это сделал, и вот это сделал. Для того, чтобы этим ругателям заткнуть рот. Потому что, говорит, плод, который я принес, он говорит обо мне, кто я. Больше, чем вы все взятые вместе. Понимаете, в чем проблема? И сегодня ты можешь хвалиться собой, говорить, а я тебя спрошу, а какой твой плод? А покажи мне, ты духовный такой, ты все знаешь, ты все умеешь, ты всех пасторов переслушал, всем оценки дал, а ты покажи свой плод мне, пожалуйста. Ты покажи, кто за тобой идет. Ты покажи, кто с тобой стоит. Ты покажи, что в твоем служении. А не то, что ты знаешь здесь. Плод определяет. И сам Иисус, Он сказал однажды, что по плодам, не по делам, не по дарам, Он не сказал по дарам, Он сказал по плодам, узнайте их. И знаете, что интересно-то в этой истории, что те, кто были даровиты, они в огненное озеро пошли, были направлены самим Иисусом, которые говорили, не твоим ли именем именем мы исцеляли, бесов изгоняли, через нас проявлялись дары, через нас такое служение было эффективно, мы такие инкаутеры устраивали, мы такие стадионы собирали, люди падали, все, он говорит, отойдите от меня, делающие беззаконие. Вау, как? Что вот это вот все, что было, ни о чем не говорит, он говорит, нет. Почему? Потому что вы непослушны были мне. Знаете, я однажды слышал историю, рассказанную одним пастором, он очень знаменитый, я не буду называть имен, вы знаете, я не называю имен. Он пишет сам о себе, говорит, уже вот на Одре, смертном, он сыну своему эти слова, он ни о десяти не думал в этот момент, а он, говорит, сын пришел к нему, там последние дни его жизни, он говорит, сын сегодня ночью приходил ко мне Иисус, он общался со мной. И знаешь, что Иисус сказал? Он сказал, я очень доволен твоим служением, я очень доволен твоим трудом, я очень доволен тем, что ты сделал, ты сделал великий, это великий служитель, это великий служитель, великий. Он говорит, я все доволен, чем ты сделал. У них церковь была на тот момент восемь тысяч человек. Ну, говорит, единственное, ты все это делал без меня. Я вместе с тобой хотел все это делать, но ты это делал без меня. Знаете, иногда можно служить Христу ради служения, делать все без Него, без Его воли, без Его участия, но для Него. Бог тоже доволен этим, но более доволен, когда мы делаем с Ним, вместе, знаем, что Он хочет. И вот однажды я пошел с Богом, и Бог благословил, и мы видим этот принцип в жизни других людей. Смотрите, Иаков вышел из дома отца и пошел дальше, чем его брат Исаф, что позволило ему увидеть лестницу в небо, приобрести жены богатства, встретиться и бороться с Богом, получить имя Израиль вместо Иаков, и стать родоначальником двенадцати колен Израиля. Посмотрите, Иосиф не по своей доброй воле, но был уведен дальше, чем его братья. И он как раз стал тем, через которого спасся весь его род. Останься, Иосиф, там рядом с папой, бегай в цветных одеждах постоянно, неизвестно, что было бы, мы бы сегодня, может быть, и Израиль, об Израиле ничего не знали бы, а не умерли бы с голоду. Но Иосиф не по своей воле. Был угнан, и мы видим результат. Моисей оставил дом фараона, сорок лет ходил по пустыне, пас овец, и однажды вдруг он погнал, написано, дальше, дальше погнал овец, что позволило ему увидеть горящий куст, услышать голос Бога, и получить дело всей своей жизни. Посмотрите, Давид, который оставил привычное дело, пасти овец, и пошел на войну к братьям своим, пошел за пределы своих полномочий, на войну к братьям своим. И там встретился с Голиафом, которого он победил, и с этого начался путь, скажем так, царя Давида. Мы видим, что он пошел дальше. Посмотрите, ученики Христа, они оставили семьи, они оставили дома, они оставили бизнес, и пошли за Христом. Не все так сделали. Был юноша, который пришел и сказал, что мне делать, и Иисус сказал ему, следуй за мной, это был бы еще один апостол, но он не смог оставить, потому что богатство его было весьма велико. Друзья, богатство не только в деньгах измеряется. Богатство может быть и семья, и твои любимые детки, и отношения с родителями, это тоже богатство, каким мы владеем, и обустройство твое в этом городе. Знаешь, все устроено, все уже связями оброс, все классно, все здорово. Так много раз хотела вернуться назад, туда, где все устроено. Только дважды в одну воду не войдешь, это просто разумение, это просто дьявол тебя туда возвращает. А место-то твое здесь, где надо сражаться. Сзади потом из этих учеников только один вышел за края лодки и поэтому пошел по воде. Никто больше не ходил по воде, как кроме Петра, который вышел и пошел дальше, чем обычно, дальше, чем все. Пошел, зашел в сверхъестественное. И поэтому мы читаем о Петре, что он ходил по воде. И, наконец, сам Иисус, Христос, часто ходил дальше, чем обычно. То он переправится на другой берег моря и по пути усмирит, шторм и буря. А если бы не поплыл, да ничего бы мы не знали об этих чудесах. То он встречает человека на другом берегу стране Годаринской, бесноватого, который бесами одержим. И он изгоняет этих бесов, и тот становится проповедником в Десяти Градии. И в следующий раз, когда Иисус приходит, там собираются тысячи людей, то он пошел в Самарию, в которую никто из иудеев не ходил, они обходили ее стороной, а Иисус пошел дальше, чем обычно, сделал больше, чем все. И мы знаем, он встречает женщину около колодца, которая потом в городе, всему городу рассказала о Мессии, и весь город пришел в движение. Послушайте, меня женщины могут привести весь город в движение, всего лишь одна, но которые рассказывают о Мессии. А если бы их было две, пробуждение в Израиль быстрее бы пришло. Наверное, бы Иисуса не распяли, они бы его отбили точно. Иисус знал, что нельзя так много привлекать. Они молодцы, молодцы, давайте мужчину поаплодируем нашим женщинам. Скажи, что сегодня не восьмое марта, да. И однажды, послушай меня, я уже буду заканчивать, можно мне создать иллюзию о том, что я заканчиваю. Послушайте меня, и однажды Иисус, однажды Иисус пошел дальше, чем его земная жизнь. Он пошел на смерть, он пошел на крест, хотя Писание говорит о том, что он пришел для погибающих овец дома своего. Он пришел умереть за Израиль, за евреев, не за армян даже, которые стали вперед его верующими, не за русских, не за грузин, за евреев. Как бы тебе сегодня, как националисту, было бы не обидно это слышать, потому что многие думают, что Иисус, он русский парень из-под Рязани. Они не хотят признавать, что ему мама пела колыбельные песни на еврейском языке. А он был евреем. Евреи от евреев. Тебе, если ты не любишь евреев, тебе надо их полюбить и надо их благословлять. Это залог успеха твоего и моего, и нашего. Он пришел для ветв своего двора, и он бы сказал, а я останусь здесь, в Израиле. Но раз за разом он ходил дальше, чем это ему нужно было. Что-то внутри не давало ему покоя. И однажды он перешел за грань своей жизни земной и отдал свою жизнь на крест. Я боюсь даже представить, что бы было, если бы Иисус просто сказал, а зачем? Я останусь в том, в чем я нахожусь. У него же были барени с папой в Гефсиманском саду, когда пришло давление до такой степени, что его пот был, как капля крови, что ангелу надо было его утешать. Ангел стоял рядом, никогда такого не было, ангел стоял рядом и утешал его. Он боролся со своей волей, со своей плоти, ему нелегко было идти на крест и расставаться со своей жизнью. Иисус имел две природы, человеческую и божественную. И эта природа человеческая, она боролась с планом Божьим, с волей Божьей. Он не так сказал, а, па, на крест, на крест, аллилуйя, слава Богу. Ну, что, папа, так не было. Так не было. Это было мучительно больно. И он боролся, чтобы пойти дальше. Но вы можете представить, если бы он отказался от этого, сегодня бы не было плода в размере двух с половиной миллиардов последователей. И мы бы с вами здесь не сидели. Переехал бы я из колонны или не переехал, это бы уже вопрос не решило. Если бы однажды Иисус Христос не пошел дальше своей земной жизни и не отдал свою жизнь ради каждого из нас. Мы сегодня восхваляем этот поступок, но порою даже своим мнением ради братьев наших не можем поступиться. Не говоря уже о жизни, мнением, желанием, хотением своим, свои не можем умертвить, потому что они наши. Я их получил, это мое откровение, и я его ни на что не променяю. А Иисус отдал жизнь свою за каждого из нас. И сегодня благодаря тому, что Иисус пошел дальше, чем обычно мы имеем с вами жизнь вечную. Вас даем ухвалу и давайте попрощаемся с нашими телезрителями. Мы хотим сказать вам до свидания. Смотрите нас в соцсетях. Спасибо вам. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.